Вот война началась в 2008 году, а когда Россия уже знала эту дату? В 2005. Дело в том, что Грузия долго и безуспешно добивалась от России, чтобы та вывела свои военные базы с территории страны. А Россия говорила, нет, это так сложно, это долго, ну, может быть, году в 19, может быть, в 22. А тут вдруг весной 2005-го русские согласились вывести, и быстро вывести, к концу 2008-го года. И вывели с опережением графика к началу, к весне 2008-го. Что, в общем-то, логично. Представляете, если бы началась война, а тут вот на территории этих баз и военные, и техника, и семьи военных, это готовые военнопленные, готовые заложники, их надо вывести перед войной. И повод, повод, который послужил для развязывания боевых действий, Россия тоже знала заранее, еще с 2006-го года. В 2006 году 58-я армия, та самая, которая затем будет вторгаться в Грузию, проводила учение с очень таким замечательным названием. Оказание неотложной помощи российскому миротворческому батальону. Вот именно так затем официально наши власти и обосновывали это вторжение, эту войну. Ну а что происходило в июле 2008-го года, ну вот о котором Дмитрий Анатольевич упоминал, ну это вообще можно сравнить, знаете, с чем? С теми мобилизациями, которые проводили перед началом Первой мировой войны все страны Европы. То есть вот эта всеобщая мобилизация, это еще не война, потому что стрельбы нет. Но это уже война, потому что остановиться уже невозможно. Так вот, в июле 2008-го года, формально за месяц до общепринятого дня начала войны, Россия уже занимала главные перевалы, которые ведут в Осетию. Россия уже развернула в Осетии полевой госпиталь. Россия собирала, самое главное, собирала силы для удара. К 5 августа на входе в Рокский тоннель, который вот из России ведет в Южную Осетию, стояло 12 тысяч войск и почти тысяча, почти тысяча единиц боевой техники. Это было 5 августа. Ну а виноват, конечно, да, виноват во всем Саакашвили. Я уверен, что другое руководство просто не приняло бы вот такого безобразного решения о нападении на стариков и детей, нападении на российских миротворцев и, по сути, объявлении войны Российской Федерации. Врет. Врет. Дело в том, что первый российский миротворец погиб во время этой войны 8 августа около 8 часов утра. При этом в Москве об этом стало известно, скорее всего, около 12 часов дня, 8 августа. А вот приказ о применении российскими войсками оружия против Грузии был отдан как минимум за 12 часов до этого. В полночь с 7 на 8 августа. Дмитрий Анатольевич Медведев как-то вот в подобном же интервью рассказывал, что он лично примерно в 4 часа утра отдал приказ о применении ракетного оружия против Грузии. То он отдал этот приказ за 4 часа до того, как погиб первый российский миротворец. Первая ракета упала на Боржоме в половину восьмого утра. Ни один российский миротворец к этому моменту еще не погиб. Наши солдаты и офицеры из миротворческого батальона погибли позже, после того, как начали сами применять оружие против грузинских войск. Когда они начали стрелять по грузинам, грузины начали стрелять по ним. Но это уже не совсем миротворцы, ведь согласитесь. В общем, эти утверждения Медведева о том, что то, что происходило тогда, вот все это вторжение, принуждение к миру, это делалось ради спасения жизни миротворцев, это ложь. Ну, примерно такая же, как ложь знаменитая, анекдотическая ложь Сергея Иванова той поры, про тысячи, тысячи трупов в Цхинвале.